Продолжаем выпуск. Непогода в Казахстане. Снегопады, гололеты, сильный ветер охватили большую часть территории страны. Есть первый пострадавший. В Караганды на мужчину упала кровля здания, которую снесло сильным ветром. В двух областях были закрыты автодороги на границе с Россией. В Астане даже отменили занятия для учеников начальных классов. Что ожидает казахстанца в ближайшие дни? И какой будет погода 8 марта? Расскажут наши корреспонденты. Смотри, у нас крышу снесло, Рустам. Человека воно. Поэтому на человека упало. Сегодня в микрорайоне Пришахтинск-Караганды сильным ветром снесло кровлю многоэтажного дома. Огромная металлическая конструкция с профлистом упала прямо на мужчину. Он потерял сознание, но придя в себя, не дожидаясь приезда врачей, ушел домой. Здесь зима началась. Тем временем в Актюбинской и Костанайской областях накануне были закрыты дороги на границе с Россией. За несколько часов успели образоваться заторы из десятков фур и легковых машин. Сегодня трассы пришлось открыть, несмотря на продолжающийся снегопад. По мнению работников дорожных служб, иного выхода не было. Сейчас температура от нуля до плюс двух, и корочка льда образуется. Если мы сейчас ее поддержим, если движение не пойдет, то к ночи в связи с минусовой температурой образуется сплошной гололед. Сплошной гололед сейчас наблюдается и в Североказахстанской области. Там из-за образовавшегося ледяного покрова пешеходы вынуждены ходить по сугробам, а некоторые автовладельцы отказываются садиться за руль. Не ожидали, что настолько будет скользко. Ходим по сугробам, боимся утонуть в этих сугробах. В Кольске очень невозможно идти, и все. Транспорт не выпускает, вот уехать нельзя из города. В Международный женский день на большей части территории Казахстана ожидаются снегопады, местами дожди. Предупреждают синоптики и о штормовом ветре. Дожди и туман будут даже на юге республики. Ну, непогода у нас связана с циклоном. Он уже отходит постепенно на северо-восток. То есть, в ближайшие полтора суток мы будем находиться в зоне влияния антициклонов. Впрочем, по мнению синоптиков, изменчивая и непостоянная погода характерна для марта. Так что врачи советуют не доверять обманчивому теплу, а спасатели не рисковать зря. Эльмира Эжанова, Слухамбекенов, Информбюро, Актюбинская область.